Детский сад Этот новый детский сад на 110 мест за 275 миллионов рублей должны были сдать еще в ноябре 2023 года. Но из-за того, что энергетики не могли вовремя обеспечить подвод сетей, открытие пришлось перенести почти на год. Для нас, для общественной палаты это событие значимое, давно ожидаемое. Мы активные участники общественного контроля. Мы в постоянном мониторинге обеспечиваем ход строительства не только детских садов, но и других социально значимых объектов. И в том числе и последующее использование и состояние многих-многих объектов, которые созданы были за последние пять лет. Особое внимание педагоги и воспитатели планируют уделять изучению родного языка. Я думаю, что персонал определится с каким уклоном, но про бурятскую национальную культуру мы никогда не забываем. И в старом детском саде мы детей учили родному языку, традициям, обычаям. Здесь это также будет поддерживаться. Здесь даже в актовом зале оборудован специальный уголок национальной культуры. А мы рядышком сидим, малыши и крошки. В представлении я гляди, клопаем в ладошки. Хоп-хоп-хоп! Хоп-хоп! Хоп-хоп-хоп! Новый детский сад сегодня открыл свои двери также и в микрорайоне Каштагский. За счет того, что он объединен со школой 55 в одно учреждение, в нем будет технический уклон. В игровой форме детям будут прививать интерес к точным наукам и робототехнике. С точными кроме будут разрастаться. Помимо этого, вокруг уже есть обжитые территории, где живут в дизайн, в жилом секторе, в коттеджных поселках, в многоквартирных домах. Поэтому при планировании просто сразу закладывают. Я думаю, что можно было на больше 10 месяцев сад построить и тогда закрыть всю очередь. Несмотря на то, что детский сад рассчитан на 110 мест, в него набрали дополнительно еще 18 детей без нарушения норм СанПИНА и процесса воспитания. Екатерина Бокшеева, Даниил Ботвинский, Владимир Николаев. РТК Забайкалье.